И тут ему повезло, потому что он избежал тюремного заключения по причине смерти. Но я почему сейчас об этом говорю? Да потому что похоронили-то его на мусульманском кладбище. Это я к вопросу о нынешнем президенте. Интересно, в каком кладбище похоронят нашего красавчика. Нам вообще центральные банки не нужны. Да будь моя воля, я бы сейчас взорвал бы этот центральный банк вместе со всеми этими коррупционерами, преступниками и так далее. Вот. Да, вот буквально цитирую. Друзья, добрый день. Мы вновь в гостях у Валентина Юрьевича Катасонова, которого я и приветствую. Здравствуйте, Валентина Юрьевича. Добрый вечер всем. Здравствуйте, Александр Иванович. Сегодняшний разговор с доктором экономических наук, профессором Катасоновым Валентином Юрьевичем мы решили посвятить такому довольно парадоксальному, если не сказать экстравагантному явлению, как появление какой-то новой плеяды клоунов. По-другому просто слово, хотя неприлично в отношении первых лиц государств произносить такие эпитеты клоунов. Один из них, недавно победивший на выборах, аргентинский президент Милей. У него появился еще двойник в Голландии буквально днями назад. Он тоже выиграл на выборах голландских. Точно такой же экзальтированный, так сказать, политический деятель. Что они там несут, невместимо ни в какие формальные, так сказать, параметры, к которым мы привыкли. Мы все-таки люди более такого консервативного и прагматического склада. А это просто, вы знаете, такие шуты гороховые. Вот я, Валентин Юрьевич, я искренне хочу уже сам вам лично задать вопрос. Как вы объясняете это явление? И вообще, может быть, оно и будет иметь какое-то продолжение. Мне кажется, это только начало процесса. История определяет наше настоящее. Причины конфликтов, геополитических противостояний и развития общества кроются далеко в прошлом. 19 век стал переломным моментом в истории России и мира. Отечественная война 1812 года против наполеоновской Франции, которая закончилась победой русских войск и входом в Париж. Восстание декабриста в Сенатской площади в Петербурге. Крымская война 1853-56 года. По факту, нулевая мировая война между Россией и коалицией государств во главе с Британской, Французской и Османской империей. Отмена крепостного права и важнейшие государственные реформы. 19 век. Время великих правителей. Александр I, Николай I, Александр II, Александр III и выдающихся полководцев. Кутузов, Багратион, Барклай-де-Толе, Скобелев и другие. Информацию об этом удивительном времени вы можете найти на канале Лекторий Достоевский по ссылке в описании. Переходите и подписывайтесь. Ну, вы знаете, конечно, я бы не сказал, что Хавьер Милей – это первый политик подобного рода. Вспомните Бориса Джонсона. Ну да. По-моему, он тоже подходит под это определение «клоун». Валентинович, но он, честно говоря, не предлагал отказываться от фунта стерлингов. Я понимаю, да. Ну, вообще, смотри, выпендривается у каждого свои тараканы в голове, да. Вот. Так что, действительно, 19 ноября. Меня больше даже удивляет, как это смогли в Аргентине проголосовать таким образом. Или, может быть, там уже не важно, кто и как голосует, а главное, как подсчитывает. Я не спрещаю и так же варианты. Электронные выборы – это вообще замечательная придумка такая. Теперь можно какую-то самошедцу поставить на пост президента. Вот. Тут еще надо разбираться. К сожалению, я до сих пор не видел никаких объяснений, разъяснений по поводу того, как вообще были организованы выборы. Говорят в основном про фигуру самого Милея. Вот. Ну, я должен вам сказать, что я обратил внимание на Милея пораньше немножко. Потому что уже где-то в июле месяце проходили какие-то опросы общественного мнения, которые говорили, что Хавьер Милей является лидером. Он обошел Серхио Масса, а Серхио Масс уже готовился к выборам. Это министр экономики. Вот. Ну, и я вот, наверное, бы не обратил внимание на вот эти все опросы общественного мнения. Но два момента меня тогда насторожило. Значит, почти одновременно. Нет, это было, извините, не в июле, это было в августе, когда проходил саммит. Саммит стран БРИКС. И, значит, один из ключевых вопросов, который обсуждался на саммите в Южной Африке, это вопрос о расширении участников этой группы. И вот, в конце концов, были оглашены результаты этого заседания БРИКС. И в списке тех стран, которые должны были бы пополнить группировку с 1 января 2024 года, началась Аргентина. Как раз вот эта новость наложилась на ту новость, что вообще Хавьер Милей может с большой вероятностью победить. Было понятно, что если придет Хавьер Милей, то БРИКС и Аргентина – это совершенно несовместимые вещи. Он уже объявил о выходе. Ну, это понятно. Но о том, что уже выхода еще нет. То есть он объявил о не вступлении. Да, о не вступлении. Правильно, так сказать. Да, но вот я вам должен сказать, что я уже в августе подозревал о том, что Аргентина не будет членом группы БРИКС. Меня удивило немножко другое даже. А почему вот люди, которые там собрались, серьезные люди в Южной Африке, представители, руководители стран БРИКС, они что, не чувствовали? Они разве этого не чувствовали? Почему они принимали такое решение? И меня это огорчило. Меня даже огорчило не то, что там может претензать сумасшедший Милей, а то, что принимаются не вполне такие политко-редкие решения на уровне группы БРИКС. Ну, вообще, Валентинович, у меня даже такой вот вопрос возникает. Ну, вот пришел этот человек, который сейчас будет сотрясать и без того довольно шаткую социально-экономическую и политическую систему Аргентины. Там, в страну, у которой инфляция там за полторы сотни процентов уже переваливает. Значит, и вот он сейчас начнет, условно говоря, свои вот эти фокусы, да, свои эти так называемые реформы. Это же может вообще привести просто к катастрофе. Ну, да. Вот, и понятно, что это ставленник, понятно, что это удар в спину тому же БРИКС и репутации БРИКС. Но дело даже не в этом. Дело в том, что если вот эти так называемые ультраправые, чистые стопроцентные популисты, которые вообще, наверное, не понимают, что говорят, если они сейчас будут задавать тон в политике, а с другой стороны, во многих странах, в европейских странах, в латиноамериканских странах люди устали от старых политиков, это понятно. То есть они просто набили оскобину. И здесь тоже такой морально-психологический фактор играет свою определенную роль. Под этот шум, с одной стороны, и под возможности электронных манипуляций, с другой стороны, вот эти фигуры, подготовленные, очевидно, где-то там за океаном, они сейчас будут выскакивать наружу, и что они будут творить? Чего это приведет? Ну, вы знаете, уже я читал некоторые комментарии экспертов. Они говорят, что, во-первых, конечно, многое из того, что озвучил Милей накануне выборов, он вроде как забудет. Да, то есть из его оригинальных идей и предложений, может быть, только каждая десятая будет продвигаться в жизни. Вот, там была просто такая, я бы сказал, пиар-акция и ничего другого. Вот, с другой стороны, даже эта одна десятая его программы, если начнет реализовываться, это может действительно взорвать, взорвать страну. И, ну, а как в Латинской Америке происходит взрыв? Это военный переворот, военный переворот. Ну, я вот уже читал два обзора, согласно которым военные, конечно, очень недовольны. Они очень недовольны, хотя, надо сказать, что военных Милей старался не дергать за усы. Ну, вот, например, его рассуждение по поводу того, что государства в Аргентине слишком много. Да, государство вообще является врагом общества. Он называл министерство и вон, 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 вон. Да, он перечислил множество министерств. Семь министерств. Да. Он сказал, что все на рынок, образование на рынок, здравоохранение на рынок, культура на рынок. Вот. Может быть, только не на рынок, а две вещи. Это военных и полицейских. Вот, собственно, бюджет можно, как он сказал, сократить в два-три раза. Оставить только ту часть бюджета, которая необходима для поддержания полиции и вооруженных сил. Вот так вот. Так что... Диктатура. Поэтому он, видимо, все-таки понимает, что дергать военных за усы нельзя. Но все-таки военные живут тоже не без воздушного пространства. И, конечно, я думаю, что и среди них тоже будет недовольство. Вот. Здесь, очевидно, такой сценарий подрыва, конечно, стабильности в самом сердце, так сказать, латиноамериканского региона, который все больше и больше показывает Вашингтону свою староптивость. И попытку, наверное, дестабилизировать это в духе, так сказать, действий ЦРУ в этом регионе. А с другой стороны, это показывает нам, что нам, России, что, в общем, надо держаться подальше от всех этих и европейских наших соседей, и от более отдаленных соседей. То есть тут ухо востро, потому что явно весь мир разбалансируется, и чем дальше, тем больше. Да, очень волатильная обстановка. Когда мы не можем гарантировать, что сегодняшние друзья завтра не станут врагами. Поэтому надо помнить слова Александра Третьего, что у нас есть только два надежных союзника. Армия и флота. Нешло, да. Ну, хотел бы, знаете, на что обратить внимание, конечно, на два-три таких момента. Во-первых, сразу же после победы, уже где-то в понедельник, Милей заявил, что не дожидаясь своего вступления в должность, а вступление запланированное на 10 декабря, он собирается посетить две страны. Он собирается посетить Соединенные Штаты и Израиль. Он прямо сказал, что я посещу два самых недорогих государства. Ну, насчет США понятно. А вот насчет Израиля. Значит, особо Милей симпатизирует Израиле. Он обещает, что одной из первостепенных мер, которые он как президент проведет, это перенесет посольство страны из Калиавива в Иерусалим. Это, понимаете, вещь очень такая знаковая. Очень знаковая, я не расшифровываю. Да, насчет авансированных поездок, анонсированных. Он сказал, что мои поездки имеют духовный оттенок. Он прямо сказал, духовный оттенок. Я планирую нанести визит своим друзьям-равинам в Нью-Йорке и Майами. Очень интересный момент. Я перелопатил массу информации, пытаясь понять, какова конфессия, какова религиозная ориентация господина Милея. Ничего абсолютно нету на этот счет. А тут неожиданно вдруг он заявил о том, что собирается нанести визит своим друзьям-равинам. Ну, если бы он хотел бы сказать каким-нибудь евреям, то он же друзьям-равинам, это уже, знаете... Повыше, да. Повыше, но это повыше, да. А ведь были некоторые подозрения со стороны некоторых наблюдателей, которые говорили, что Милей – это иудей. Но он об этом нигде, даже не намеком. А как могут быть какие-то намеки, когда Аргентина – католическая страна? Если бы он хотя бы где-то заикнулся насчет того, что он симпатизирует своим друзьям-равинам, я думаю, что результат выборов был бы другой. Ну, а в свою очередь, это, может быть, такая, знаете, такая попытка приблизиться к Трампу. И предощущение возвращения Трампа, если он так понимает ситуацию, то, конечно, я ведь первым же из Тель-Авива перенес посольство, вообще первым в мире, перенес именно Трамп, американское посольство. Там сразу аналитики выявили все эти связи, все интересы, там даже родственные связи, как вы знаете, через зяги и так далее. А здесь-то это был для некоторых наблюдателей шок, когда он сказал, что по духовным причинам собираюсь посетить эти две страны. На входе, оказывается, у него друзья тоже раввины. Друзья раввины. Остается надеяться только на военных, на аргентинских. Так что, которые тоже, наверное, все это слышат, и у них шерсть, значит, дыбом встает на загривке. Ну, посмотрим, поживем. Я тут вспоминаю, ведь у Милея есть определенные кумиры. Скажем, он же преподаватель макроэкономики, и у него там есть определенные кумиры в области так называемой экономической науки. Ну, это, скажем, Мюррей Ротбард. Но главный это, конечно, вот этот самый Милтон Фридман. Милтон Фридман. Так что это очень о многом говорит. А у него есть еще и кумиры из президентов, из политиков. Таким кумиром является Карлос Менем. Карлос Менем – это очень такая фигура яркая, ну, я бы сказал, с негативным оттенком яркая. Это президент последнего десятилетия прошлого столетия в Аргентине. Да, и вот он тоже такой, я бы сказал, анархист был. Он тоже сокращал государство. Он, значит, не отказывался от национальной валюты, но он предлагал перевести Центральный банк Аргентины на режим currency board. Currency board. Вот, ну, как бы там ни было, конечно, недовым словом вспоминаю этого президента, потому что этот президент, он подвел страну к дефолту. Он уже ушел и буквально, а нет, он уже уходил, в 99-м году он уходил со своей должности президента, но уже Аргентину коррозил экономический кризис, а в 2002 году произошел дефолт. Причем крупнейший в истории дефолт на сумму 80 миллиардов долларов суверенного долга. Вот я просто об этом говорю. Сейчас вы знаете, почему я говорил про этого президента? Потому что этот президент, он не был католиком. Он изначально не был католиком, он был мусульманином. Харл Миннем был мусульманином. Но когда он пошел в большую политику, он сказал, все, я, говорит, становлюсь католиком. Становлюсь католиком. После того, как он пристал быть президентом, там интереснейшая история, его постоянно пытались засадить в тюрьму. Потому что там была коррупция, казнократство, обман. Но он прикрывался все время статусом сенаторов. У них сенаторы неприкосновенные. Последний раз он уже помер в 90 лет. Он помер в 90 лет, но где-то за два года до своей смерти он вляпался в очередной какой-то скандал и очередное судебное решение с тюремным заключением. Ну, и тут ему повезло. Потому что он избежал тюремного заключения по причине смерти. Но я почему сейчас об этом говорю? Да потому что похоронили-то его на мусульманском кладбище. Это я к вопросу о нынешнем президенте. Интересно, в каком кладбище покородит нашего красавчика. Дмитрий Ильич, спасибо за это. Я бы еще два слова буквально. Ведь действительно, главная эта фишка, то, что он сказал, что Аргентина должна отказаться от доллара. И нам вообще центральные банки нужны. Да, будь моя воля, я бы сейчас взорвал бы этот центральный банк вместе со всеми этими коррупционерами, преступниками и так далее. Вот. Да, вот буквально цитирую. Я хочу взорвать динамитом центробанк. И это не метафора. И это не метафора. Прямая речь. Вот. Да, были, конечно, прецеденты о полной долларизации. Полной долларизации, когда страна отказывается от своего центрального банка, отказывается от своей валюты. И вот, вы знаете, это все равно, что... Да. Для того, чтобы вроде как побороть инфляцию. Вот вы сказали, там полторы сотни процентов инфляции в Аргентине. Да, можно, конечно, сбить температуру пациента. У него там 41. Можно, грубо говоря, задушить его. И температура нормализуется. Да. Да. Вот так вот. То есть, вот такие вот предложения. Там были, конечно, экзотические страны, которые переходили на полную долларизацию. Ну, самая крупная страна – это Эквадор. А так, в основном, это какие-то багамы, какие-то там экзотические офшоры. Вот. Ну, такая вот картинка. Он собирается, значит, лишить Аргентину. Аргентина – это вторая в Латинской Америке экономика. После Бразилии. В Южной Америке, извините, потому что там Мексика все есть. А в Южной Америке – это вторая экономика. Вот. И, конечно, я думаю, что даже военные не вытерпят такого эксперимента. Ну, а теперь мы, по крайней мере, вооружены этим представлением. Вот. Мы сейчас будем смотреть, как оно пойдет. У меня такое сильное ощущение, что это, конечно, чистая вода. Стопроцентная диверсия. Вот. И цель этой диверсии далеко выходит за рамки, собственно, Аргентины. Нет, конечно, конечно. Собственно, да. А вот последствия мы будем наблюдать в самое ближайшее время. Спасибо, Валентин Юрьевич. Напомню нашим зрителям, что мы беседовали с Валентин Юрьевичем Катасоновым, доктором экономических наук, профессором, руководителем Русского экономического общества. Спасибо и до новых встреч. Спасибо за внимание.